Начался сезон активности мышины лихорадки. В прошлом году Башкирия попала в красную зону и стала регионом, где зафиксировано наибольшее число заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. О том, какая ситуация ожидает нас в текущем сезоне и как себя обезопасить, узнаем врача-эпидемиолога Центра гигиены и эпидемиологии в Башкортостане Елены Рожковой. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. В этом году уже зафиксированы случаи заражения? В этом году единичные случаи геморрагической лихорадки с почечным синдромом. По республике всего 16 случаев за 3 месяца, из которых 5 приходится на город Уфу. Это в 30 раз меньше, чем за такой же период прошлого года. О, это хорошо, это радует. А можно ли уже делать прогноз на этот сезон? Весна же, да, самый такой опасный в этом плане? Зоологи Центра гигиены и эпидемиологии ежемесячно проводят наблюдения за численностью мелких млекопитающих. И в настоящее время они сказали, что их число не превышает среднемноголетних значений. И самое главное, что не было подземного, подснежного размножения грызунов. То есть молодых особей не появилось. Но условия для размножения их сейчас благоприятные. То есть они могут нарастить свое количество, так как будет кормовая база. Референт-центр нам говорит, что заболеваемость будет на уровне среднемноголетних значений. Но в любом случае надо помнить о мерах безопасности, о которых мы попозже говорим. Для начала расскажите, пожалуйста, каким образом передается, понятное дело, воздушно-капельный путь, да, и тому подобное. А какой самый опасный путь заражения? Самый опасный путь заражения – это воздушно-пылевой путь. Когда высохшие выделения мелких млекопитающих, грызунов, попадают в легкие человека через пыль. Ну, например, осенью пошли шуршать листиками, весной открыли дачный домик, вошли и вдруг начали подметать и пылесосить. Или зимой, например, вошли в сток сена и начали его ворошить. Ну, сбор дров зимой, где могут быть грызуны проживать, и занос этих дров в дом, в это время пыль поднимается. То есть вот это самый опасный путь. Также может быть, конечно, и пищевой путь, и вплоть до, если укусил мышевый грызун, но всё это гораздо меньше, чем пылевой. Вот как. А если, вообще, кстати говоря, сколько эта самая инфекция живёт? То есть, допустим, мышка где-то вот кал оставила, например, да? То сколько, какое количество времени эта территория будет опасна? Вирус очень нестойкий, и под действием солнечных лучей он будет уже самопроизвольно уничтожен через два часа. А если солнечных лучей прямых нет, то подольше? Ну, может быть, подольше, но это не тот вирус, который будет жить годами. То есть главное вот смотреть, чтобы не было грызунов только что недавно. А если, например, все мы любим дачи, да, на даче кошка принесла прям в дом мышку в зубах, как это бывает там, хозяйке прям к ногам бросила, как вот добыча, хочет похвастаться, да, погордиться, каким образом это всё опасно? Ну, мне кажется, что не все же мышки, наверное, заразные, да? Ну, вы все правильно говорите. Ну, вот, ничего хорошего, что мышку принесли в дом, поэтому вынимать её надо в перчатках, и руки потом эти перчатки убрать. А кошку убрать? Ну, вот, кошку на улице прогуляться с неё вирус уйдёт через некоторое время. Дома провести в этом месте дезинфекцию обычной белизной или хлорамином. Вирус погибает от хлорамина. Ну, а что касается, все заразные или нет, это всё зависит от того, какой биотоп. То есть в природе всё неравномерно. В среднем у нас 8% в благополучный период заражены, в неблагополучный до 24% в среднем вот по республике. Но у нас бывают биотопы, где одна из ста мыши только заразна, а бывают, что и до 42%. Вот нам референс-центр давал и такие данные. То есть если говорить о мышке, которую принесли, никак по её виду нельзя определить, больна она или здорова, потому что мыши переносят эту инфекцию бессимптомно. А общаясь друг с другом, они друг друга перезаражают. Чем выше численность, тем будет выше инфицированность, потому что они вместе себя перезаразят. А мышке в этот момент тоже плохо, да? Нет, ей никак, она носитель. Она просто, ну вы сказали симптомов, нет, да, она просто быстрее умрёт. Нет, она будет точно так же жить, с ней ничего, они здоровые носители. Для них здоровые, для нас. Да, про это мы же поговорили. А если, например, человек из грядки взял морковку или из подвала и не помыл, то что тогда? Морковка из подвала гораздо опаснее, потому что мыши на неё могли... Всё сделать. Всё свои нужды исправить. Да, выделение мышей могли быть на этой морковке. Но из земли её тоже надо мыть, там много глистных заболеваний, кишечные инфекции могут попасть от коридоза, чего только может не быть. Наши бабушки и дедушки всё рассказывают. Вот у нас была экология такая прекрасная. Мы с грядки брали морковку, не мыли, сразу ели. Немагическая олихорадка с почечным синдромом – это заболевание, которое было всегда, ну с 59-го или 57-го года она регистрируется постоянно, и начали её диагностировать. То есть чем они болели раньше, мы не можем понять. Морковку надо мыть в любом случае под проточной водой, без фанатизма чистящих средств каких-то, добавлений вымоющих средств, просто хорошо вымыть от земли, освободить. А если сразу в рот с кожурой, что я думаю редко, то тогда, наверное, варить кипятком. От кипятка вирус погибает мгновенно. Я почему-то всегда думала, что надо прям чистить ими средствами, там и яблоки, в общем, все. Вот, например, я фрукты и овощи всегда. А там, наверное, вот воск, добавок при транспортировке боятся чего-то другого. Хорошо. Мужчины или женщины чаще болеют? Есть ли такая статистика? Ну, конечно, мужчины. Они более активные, они ходят в лес на рыбалку, на охоту, они занимаются бытовыми делами, ворошат сено, дробят дрова, приносят их в дом, расчищают подвал. Их первыми, наверное, направят сейчас на садовые участки, чтобы посмотреть, что там осталось после зимы. И самое опасное, что они курят. И когда они курят, то они не моют руки, и они вот могут... Подносят к рту, да? Да, и они могут так и вдохнуть, и с грязных рук, и в рот попасть с грязных рук. Соотношение женщин и мужчин, 30% женщин, 70% мужчин, это по всей стране и всегда ничего не меняется. Да, они просто еще не моют руки. Не только... И курящий, и не курящий, мне кажется, на всех распространяется. Мыть руки хорошо. Да, с мылом. А каким образом геморгическая лихорадка проявляет себя? Какие симптомы у человека? Высокая температура, очень высокая, 39-40, ничем не сбивается. Несколько дней. Потом собьется, если легче не становится, прекращается выделение мочи. И это моча, когда не выделяется в организме сильнейшая интоксикация, боли в спине, так как затрагиваются почки, и начинается геморрагическая она, то есть нарушение в сосудах, нарушение свертываемости крови, может быть высыпание и кровоизлияние в глаза. Человеку становится плохо. К этому моменту он уже, наверное, все-таки попадет в больницу, вызывают скорую. И потом начинается очень много мочи выделяться. Это уже на этапе выздоровления. А если вовремя не обратиться к врачу и не начать лечение, то тогда? Вот как раз этот синдром внутрисосудистого свертывания дает все осложнения. Сосуды у нас есть во всех органах, и если там кровь свернется, то и орган перестанет работать как надо. То есть у нас и поражение головного мозга, и почки полностью могут отказать. Тогда проводят искусственную почку, ну и различных много других осложнений. А восстановление сколько длится по времени? Восстанавливается человек долго. Даже после выписки из больницы, где он проведет, наверное, минимум недели 2-3, еще месяц почти при средне-тяжелой форме он будет на больничном. А потом полгода надо беречься, не поднимать тяжести. Там питание, наверное, тоже особое наверняка. Ну да, наверное, что связано с почками. Например, мы жители многоквартирных домов, и даже весна для нас сейчас опасна в плане мыши на лихорадке или нет? Допустим, даже мусоропровода в доме нет, и мышки физически не появляются. Их невозможно, в общем, такое. В многоквартирном доме, если он расположен рядом с лесом, вокруг должна быть проведена барьерная диротизация, чтобы мыши из леса не шли к дому. Она проводится два раза в год, весной и осенью. Вокруг поселков, вокруг небольших каких-то оздоровительных центров, полностью вокруг, да еще на 500 метров от забора. То есть, чтобы у мышей был барьер. Что же касается домовых мышей, они не переносят КЛПС гораздо в меньшей степени, потому что основным переносчиком у нас является рыжая полевка от слова поле, лесная мышь, ну и другие мелкие млекопитающие. Крупные млекопитающие, если даже они являются носителями, они не являются так источником распространения дальше. То есть, рыжая полевка и лесная мышь, они у нас основные. И в завершении интервью, пожалуйста, давайте напомним основные правила всем людям. И жителям многоквартирных домов, и домов, и частных участков, и тому подобное. Почему я пришла сейчас весной? Потому что все поедете на природу. На природе подвешиваем продукты так, чтобы их не дотронулись до них грызуны. Берем с собой антисептики, моем руки, ну то есть как-то обезопасить все. В садовых участках, прежде чем войти, всем рекомендую одеть маску при входе в домик. Посмотреть, нарушена ли грызу непроницаемость. Ни в коем случае пылесос никакой. Все только влажная уборка. Вывесить аккуратно все на солнце и проветрить помещение. Потом перчатки, в которых вы убирались, либо хорошо продезинфицировать, либо выкинуть. И расчистить участки от валежников. И провести там, может быть, разложить какие-то приманки. Но обычно это делает все-таки садоводческое товарищество вокруг. Что же касается обычных объектов или, например, летних оздоровительных учреждений. Там обязательно все это будет проведено и проверено, как проведено, с эффективностью. После всех обработок, которые, например, на объекте, то есть в помещении раз в месяц обычно должны проводиться. Вот на объекте мышей вообще никаких должны быть в помещении. В лесу их количество должно уменьшиться. Ну, например, там 3 процента, не больше. То есть 3 из 100 ловушек могут быть мыши. Это крайний предел нормы. Ну и, конечно, мыть руки с мылом всегда. И продукты тоже хорошо промывать. Вы сейчас рассказали о правилах. Я все думала, наверняка вообще какие-то общие правила будут, которые все знают. Оказывается, нет. Вот я, например, не все знала. Спасибо вам большое за полезные советы. И я напомню, что гостем нашей студии была врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии в Башкортостане Елена Рожкова. Оставайтесь на телеканале «Вся Уфа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова